Дефицит и братские могилы Нью-Йорка. В США ситуация с коронавирусом настолько критическая, что умерших от коронавируса уже негде хоронить. Почему страна, считавшая себя мировым лидером абсолютно во всем, вдруг оказалась не готова к вирусному удару? Нью-Йорк ставит все новые рекорды по количеству умерших от коронавируса. Врачи не справляются, у некоторых сдают нервы. На острове Харт, на северо-востоке мегаполиса, люди в защитных костюмах начинают рыть огромную братскую могилу для жертв пандемии. Фанерные гробы кладут друг на друга и спешно засыпают землей. На этом острове раньше массово хоронили бездомных. В Нью-Йорке его называют не иначе, как остров проклятых. Но почему для самого богатого города Америки эпидемия коронавируса стала катастрофой? Пока один Нью-Йорк на военном положении, другой Нью-Йорк цветет и пахнет. Например, в Центральном парке жизнь продолжается, там отдыхают люди. Получается, что пока у одних продолжается обычная жизнь, другим не хватает места в больницах. По статистике, больше всего смертей от коронавируса в США приходится на афроамериканцев. Кто-то мог подумать, что зараза имеет расовую избирательность, но это, конечно, не так. Дело в людях, точнее в том, кто в основном пользуется подземкой или живет в Гарлеме, самом знаменитом черном районе Нью-Йорка. Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты. Здесь о таком явно слышали не все, и это многое объясняет. Если посмотреть, как обстоят дела с продуктами в магазинах Нью-Йорка, то видно, еда в супермаркете в целом есть, но имеются и пустые прилавки, похожие на пустые прилавки в СССР. Оказывается, эпидемия спровоцировала в США новый старый тренд. Из-за пандемии и дефицита некоторых товаров, у простых американцев сейчас становится неожиданно популярна система натурального обмена. Это напоминает то, что было у нас после распада Советского Союза, в так называемые лихие 90-е, когда все от квартир, машин, товаров ширпотреба и даже ножек Буша, люди обменивали с помощью газеты из рук в руки. В 21 веке для бартера подобная газета, конечно, не нужна. Сделки проворачивают через социальные сети и специальные онлайн-платформы. В США мобильное приложение для общения между соседями стало главной доской объявлений, читая которые можно писать современную историю Америки. Система здравоохранения Соединенных Штатов сейчас проходит настоящую боевую проверку на прочность. В условиях распространения коронавируса она столкнулась с двумя очень серьезными проблемами. Первая – это нехватка медицинского оборудования в больницах, а вторая – это отсутствие страховки у миллионов американцев. Китайская зараза проникла во все 50 штатов Америки. Но не везде ситуация такая критическая, как в Нью-Йорке. На этой неделе все крупные финансовые газеты планеты разразились сенсацией. Из сумрака вышел великий и ужасный Майкл Бьюри. Доктор медицинских наук, инвестор, который перед глобальным экономическим кризисом 2008 года первым в мире предсказал крах рынка ипотечных кредитов и сделал на этом сотни миллионов долларов. В фильме «Игра на понижение» его сыграл Кристиан Бейл. Бьюри 10 лет не давал интервью и вдруг неожиданно активизировался и отправил в агентство «Блумбок» письмо, где призвал открыть границы, отказаться от карантина и социального десантирования. Майкл Бьюри. Универсальная политика «Оставайся дома» опустошает малый и средний бизнес. Она бьет по женщинам и детям, убивает и создает наркоманов, порождает самоубийства, сеет стресс и душевные страдания. Пребывание дома также снижает и замедляет развитие коллективного иммунитета, фундаментального шага к победе над вирусом. Ради спасения экономики Дональд Трамп мечтал открыть Америку к католической Пасхе 12 апреля. Но пока поставил это решение на паузу. Впрочем, нетрудно догадаться, о чем хозяин Белого дома объявит в тот самый момент, когда кривая коронавируса хоть на миллиметр опустится вниз.